А если вы останетесь с нами, то узнаете о современном матриархате, о женщинах, которые уже две тысячи лет живут без мужчин. И вот что еще ждет вас. Роботы в городе. Областной краеведческий музей открывает уникальную выставку электронных кукол. Время собирать медали. Итоги Всемирной универсиады глазами Кузбасса. Журналистами не рождаются, ими становятся. Любой зритель телеканала «Мой город» может превратиться в корреспондента или ведущего. Мы проводим кастинг для всех, кто мечтает работать на телевидении. Для этого вовсе не обязательно иметь журналистское образование. Главное, 19 июля в 10 утра явиться по адресу Октябрьский проспект 53-3 и показать, на что вы способны. Поверьте, вы можете гораздо больше, чем вам кажется. Здравствуйте, я Клим Санаткин, корреспондент первого канала программы «Время». Свою, если можно назвать, телевизионную карьеру я начинал здесь, на телеканале «Мой город» в качестве корреспондента, ведущего новостей и автора серии спецрепортажей из цикла «Своими глазами». Ну и совсем скоро на моем городе начнется кастинг ведущих и корреспондентов, и у каждого из вас есть возможность реализовать свои творческие и профессиональные амбиции. Ну а все подробности вот здесь, внизу. То ли люди, то ли куклы. Областной краеведческий музей открывает новую уникальную выставку роботов. Самыми первыми зрителями экспозиции стала съемочная группа телеканала «Мой город». Куклы могут двигаться и даже петь и танцевать без помощи кукловода, убедился наш корреспондент. Движение головы, рук и ног, даже моргание глаз настолько точно передают пластику человека, что становится как-то не по себе. Все живое писали научные фантасты в веке 20-м. В 21-м в Томске начали создавать кукол-роботов. Лица и руки вырезаны из сибирского кедра, начинка – высокотехнологичный механизм. Над созданием каждой куклы работает целый коллектив профессионалов – электронщик, инженер-механик, кульптор по дереву и программист. Для нас это необычная выставка, она вторая у нас в цикле экспериментариум. То есть это для нас своеобразный эксперимент, где экспозиция музея оживает, музей оживает, все куклы двигаются, шевелятся, говорят определенную речь. Они очень забавные, красивые, у каждой куклы есть определенное чувство юмора. Творцы кукол придали своим произведениям не только внешнее сходство с человеком, но и снабдили характером. Многие посетители узнают в экспонатах себя. Например, выставочные «Буратино» и «Папа Карло» иллюстрируют извечную проблему взаимоотношений отцов и детей. Экспозиция – остроумная, но не злая пародия на нашу жизнь и людей. Всего из Томска приехали 12 электронных кукол. Тринадцатая выполняет особую функцию. Это экскурсовод, у которого поистине вся душа нараспашку. Здравствуйте! Итак, куклы без кукловода. Кто они? То есть, кто мы? С одной стороны, мы куклы, артисты, и наше дело – развлекать почтеннейшую публику. Выставка «Куклы без кукловодов» путешествует по всем городам России и собирает целые аншлаги, как именитая театральная труппа. Авторы экспозиции и замысливали проект как синтез кукольного театра и высоких технологий. Кстати, над созданием экспонатов работают художники по костюмам, бутафоры, актеры по озвучиванию, звукорежиссеры и даже сценаристы, которые для каждой куклы пишут ее историю. Все это театральные специалисты. Так что, хоть выставка и называется «Куклы без кукловода», все-таки без нас, людей, механизмом никак не обойтись. И главные действующие лица, создатели уникальных роботов, остаются за кадром. Как и положено настоящим профессиональным кукловодам. Аркадий Кемеев, Людмила Казаченко, Виталий Федоров. Новости моего города. Большой пикник на летном поле. Телеканал «Мой город» и «Аэродром Танай» 20 июля проводят встречу друзей под открытым небом. Уютная обстановка, зажигательные конкурсы, огромное количество шашлыков и даже прыжки с парашютом. Дети, друзья, парашюты, шашлыки, природа, «Аэродром Танай». Пикник. 20 июля в 12.00 встречаемся на «Аэродроме Танай». Аниматоры для детей, шашлыки для друзей, парашюты для экстремалов, развлекательная программа для всех. Бери с собой пледы, будем загорать. Подробности на сайте www.moygorod.tv Организаторы мероприятия – телеканал «Мой город» и «Аэродром Танай». Партнер мероприятия – бизнес-отель «Олимпик Плаза». Всемирная универсиада в Казани прошла триумфально для российской сборной. Внесли свой вклад и кузбасские спортсмены. Глядя на итоговую таблицу, кажется, что спортом занимаются только в России. Откуда столько медалей – в сюжете моих коллег. С виду и не скажешь, что совсем недавно Петр Вилович вместе с сыном праздновал серебро Казанской универсиады. После победы обнялись, и отец уехал готовить новых чемпионов, а сын – на сборы. Расслабляться некогда, ведь впереди чемпионат мира в Москве. Так и видится пару раз в год. Даже во время совместных тренировок их разделяют тысячи километров. У меня не всегда бывает возможность выехать с ним на сбор. И поэтому техническую работу проводим по скайпу. Он присылает мне видео своих бросков, я их корректирую, правлю. Так вот и общаемся. То есть современные средства связи нам помогают. 155 золотых медалей добыли российские студенты. И это новый мировой рекорд. Для сравнения, ближайшие преследователи сборной Китая набрали только 26. Россияне не просто превзошли ожидания болельщиков. Они поразили весь мир. Особенно приятно, что на победном фоне не затерялись и атлеты из Кузбасса. При плане 4-5 медалей получилось 10 медалей. Из них 2 золотых. Никита, Никита Игнатьев и Александра Меркулова. В призерах также наши очень известные и уважаемые спортсмены Сергей Свиридов и Лера Чепсаракова. Они показали свой достойный уровень. В общем, 10 медалей. Это вот вкладку сбасских спортсменов в общую копилку выступления сборной России. Интересно, что многие родные и болельщики восприняли триумф сборной критически. Уже на третий день игр интернет пестрил комментариями на тему «Русские профессионалы соревнуются с простыми студентами». Действительно, многие страны, например, тот же Китай или США, не прислали в Казань лучше. Но это, согласитесь, проблемы китайцев и американцев. Спортсмены из России не имели права ударить в грязь лицом на домашней универсиаде. И теперь могут собой гордиться. В ближайшие два года они будут считаться самыми спортивными студентами на планете Земля. Аксинья Северная, Николай Сухарев, Константин Червяков. Новости моего города. На этом у меня все. Однако новости с вами не прощаются. О современном матриархате, где женщины уже две тысячи лет живут без отцов и мужей, тем временем расскажет Георгий Демин. А я желаю вам приятного просмотра и до встречи на телеканале «Мой город». Тем временем блогеры обсуждают китайское племя Моссо, которое вот уже две тысячи лет живет по законам матриархата. Царство дочерей находится в северной части провинции Юньнань, на берегу озера Лугу у подножия Гималаев. Население численностью около 40 тысяч человек исповедует тибетский буддизм, а также имеет свой собственный язык, и в этом языке нет слов, обозначающих отца и мужа. Всеми аспектами жизни племени управляют исключительно женщины. Собственность переходит от матери к дочери, а к сыновьям относятся просто как к жителям дома. Даже когда мальчики вырастают и заводят собственных детей, они продолжают жить под материнским крылом, а их дети остаются в домах жен и их семей. Моссо не признают брак как таковой. В качестве альтернативы влюбленные пары вступают в так называемый гостевой брак, который ни к чему не обязывает и обеспечивает продолжение рода. Ночью молодой человек приходит на свидание к своей девушке в ее дом, а утром незаметно уходит. Пары не имеют совместного имущества, живут и работают отдельно. Иногда проводят вместе ночи. Моссо считает, что если два человека больше не любят друг друга, они должны мирно разойтись, а женить боебрачные контракты лишь помеха и бумажная волокита. Говорят, что если бы миром правили женщины, то войны бы навсегда прекратились. В матриархальном укладе жизни есть и неоспоримые преимущества. Здесь нет семейного насилия, проституции, безотцовщины, болезненных расставаний и скандальных разделов имущества. К тому же царство дочерей, пожалуй, единственное место в Китае, где рождение девочки является для всех настоящим праздником. Кто возглавляет вашу семью, расскажите нам на сайте телеканала «Мой город». А подписавшись на наши новостные группы ВКонтакте, Фейсбуке и Твиттере, вы всегда будете в курсе последних событий. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова